МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дмитрий Иосифов. Россия один. Штрафник бодается с Екатериной, борется за рейтинги. Фомин против Иосифова. Один в юности снялся в кино в качестве Орликина. Второй в детстве представлял Буратино. Кто кого? По моему телезрительскому ощущению, Орликино пока побеждает. Слишком у Буратино все документально и вылезано. Несказочно ни разу. Продолжаем любоваться. Мой гость – народный артист Российской Федерации Анатолий Узденский. Здравствуйте, Анатолий Ефимович. Добрый день. Спасибо, что пришли. Поздравляю вас с днем рождения 1 на 1. 24 февраля, 65. Да, это так. Вы как-то так очень сдержанно реагируете. Ну, здесь вряд ли кто радовался на моем месте. Почему? Ну, потому что слишком быстро бегут годы. И как-то ты не замечаешь, что как-то все блестится к концу. А вы замечаете? Ну, вот в такие даты, да, замечаю. Ну, это отдельная история. Первый раз я все помню был начинающим. Вот начинающим. Это когда приходишь в театр, ты чувствуешь себя на себе. Уже играешь, все. Но ты знаешь, что главная твоя судьба впереди. Что пока ты только разгоняешься. И вдруг, когда мне было 40 лет, я понял, что какой разгон-то уже состоялся. Что мне особо на это надеяться не стоит. Что все уже началось. И я далеко не начинающий. А в этот момент, когда вы из подающего надежды перешли в разряд начинающего, помните? Нет, все довольно плавно было. Ну, я работал за Уралом. И там это было нормально. Приходит парень, что-то умеет. Давай играй. Не жди своей очереди там десятилетиями. Вообще, этот принцип, который в Москве исчез, или его никогда не было, я не знаю. Там всегда режиссер ориентируется на то, кто сможет сыграть роль лучше. А не кто мне там что сказал, или как я к нему отношусь. Ты можешь вперед. А наши личные отношения, это уже десятый план. И поэтому там продвигаться в этом смысле легче. Вы продвинулись в Новосибирске. И в 52 года, если я ничего не путаю, были вынуждены, именно вынуждены уехать. Я бы так не сказал. Вынуждены. Ну да, там была ситуация, которая меня к этому подтолкнула. Если честно говорить, где-то, когда мне исполнилось 50, опять такая цифра сакральная уже. И вдруг я понял, что... А я, собственно, свою жизнь знаю дальше, до самого последнего, можно сказать, дня. Что со мной ничего не произойдет. Что ничего, никаких событий интересных не будет, о которых я когда-то в юности мечтал. Я не буду говорить. У меня жизнь была хорошая. Я потому что все время работал. Работал мы при... Но я понял, что никогда не поработаю в кино. Не познакомлюсь с тем. Не узнаю, что такое Москва, которую мы все слышим, но которую мало видим. И тогда вот это для меня какое-то внутреннее решение, что что-то поменять. Сложились обстоятельства, и я думаю, другого такого случая не будет. Надо дергать. На год, на два, я не знаю, насколько. Ну я хотя бы... Знаете, как это в том фильме... Я хотя бы попробовал. Что это такое? И как ощущения от проб? У меня дружок есть, который 25 лет назад уехал в Германию и там живет. И я когда его спрашиваю, как ты там прижился, как это... У него гениальная фраза, у него перефразировка такая. Он говорит, незнание – сила. И вот я точно так же повторю, незнание – сила. Если бы я знал, как это, я бы, наверное, не решился. Слушай, ну все же ваши мечты сбылись, по большому счету. В кино снимают, медийность возникла. Ну, мечтался нам о большем, конечно. Так какие ваши годы? Ну да. Нет, ну просто я говорю, что это очень сложно. Я как-то слышал в передаче с Родзинским, и на вопрос, почему вы там в 90-х не остались во Франции, он усмехнулся и сказал, чтобы стать человеком без прошлого. И вдруг я отлично понял на себе, что такое человек без прошлого. Я, приехав сначала в Санкт-Петербург, потом в Москву, я был человеком без прошлого. Я был просто фигурой. И сколько бы я ни пытался, а хочется рассказать, что я не такой совсем без прошлого, никому это не интересно. Вот ты здесь, сейчас, давай делай, показывай. Ну, то есть вы приехали с чистого листа? Да. Я как студент в этом возрасте, когда у меня был возраст предпенсионный уже. Я вдруг начал все, ко мне отношение такое же было у руководства. Ну, пришел молодой артист типа, покажите, что вы можете. И это бьет, конечно, по психике ужасно. А что же вы так подзадержались-то? Вот ваши товарищи из вашей банды, Павлодарской, Владимир Хатиненко, Леша Булдаков. Они же раньше как-то вас подвиглись переезжать-то. Не, ну, у них, видать, вообще был такой позыв и цель. У меня не было цели такой, Москва. Потому что я был удовлетворен своей работой. Я имел кучу почитателей в Новосибирске. А, Новосибирск – огромный город, полтора миллиона. В театр звонили, в администрацию спрашивали, не что идет, а спрашивали, такой-то играет, имя Рек. А потом уже спрашивали, какой спектакль. И я играл 2-3 премьеры в сезон. Я все время был в работе. Интересно, появлялись хорошие режиссеры. Были отличные спектакли. Я приезжаю, сейчас уже 15 лет прошло, люди спрашивают, вспоминают эти спектакли, помнят их. А почему же вас не востребовали в кино-то, интересно? Ведь тогда же с этим достаточно просто было. Нет. Если актер талантливый, если актер известный в том же самом Новосибирске. Из-за Урала никого не приглашали. Но мне грех жаловаться, потому что мы упомянули, хоть и нерко, в 89-м году или 88-м приехала его ассистентка в Новосибирск. Не нашла, они в Свердловске снимали фильм, «Рой». Не нашла, ей как-то, значит, порекомендовали меня, она посмотрела меня в спектакле. И тоже вот искали артиста не по провинции. И я спрашиваю, а кто снимает фильм там? Ну, Рой не очень большой, но очень важный, как все они говорят. Очень важный, очень. И она говорит, вы его не знаете. Ну, вы его узнаете. Это режиссер с очень большой перспективой. Я говорю, фамилию-то скажите. Хатиненко, Владимир. Я говорю, ага. Я у него в школе списывал еще, подглядывал, что у него там. И так вот получилось. Не он меня позвал, а я к нему приехал. Такой случай. Так что кто-то, да, бывало, что кто-то искал в глубинке артиста. Анатолий Ефимович, к вам часто обращаются на улице Петр Сергеевич? Частенько, да. Да? О, Петр Сергеевич. Ну, к сожалению, это особый контингент людей. Во-первых, меня знают все охранники во всех странах, где идут русские каналы. Вот те, кто сидит у телевизора и смотрит сериалы. Я говорю, в Израиле был. О, Петр Сергеевич. В Германии узнали. Ну, короче. С приездом, Роман Георгиевич. Здравствуйте. Здрасте. Лена. Это Петр Сергеевич, мой старинный знакомый. Чем обязан такому приему? Я вроде бы не Дима Билан. Такой ажиотаж по приезду. Соскучились? Да не без этого. Извините, что без предупреждения, но найти ваш нового мобильного оказалось довольно сложно. Невозможно. Я его только час назад купил. Ну, советую. И правильно делаете, потому что я прилетел день назад, а дело отошел, и совершенно ничем не хочу заниматься. Верю. Роль Петра Сергеевича Набокова, он же апостол, я так, можете опять же мне поправить, если я не прав, принесла вам узнаваемость, медийность, как говорят, и за первую серию, за первое свое появление вы получили какой-то сумасшедший гонорар, как говорят, 70 долларов важно. Это правда? Да. Нет, первый был гонорар, у меня 35. Это много? Мало? Ну, я был рад. Да? Да, потому что я доедал машину, я как рассказываю, я когда приехал, ну, надо на что-то жить же, я это прекрасно понимал, что кино будет, не будет, скорее всего, не будет, я продал машину, и прикинул, что мне на сезон хватит, плюс там зарплатка, и я смогу. Если за сезон ничего не произойдет, я деньги проел, машину проел, можно уезжать. А тут 35 долларов за один день, это не так плохо, я вам скажу. Потом 100, а потом, когда 150, да еще 4 дня съемочных у меня было. Это вообще шоколад. Ну, я почувствовал, что я твердо стою на ногах. А потом, это, конечно, сериал, мне нравится сериал, не знаю как, ну, народу нравится. Там очень удачная подборка актеров, Устюгов, по-моему, замечательный, и сценарист Макс Юзупов, он сам начальник убойного отдела. Ну, это мое личное мнение, для меня вообще, так сказать, «Ментовские войны» это лучший наш сериал о милиции и бандитах, потому что его писали, сидим профессионалом. Да. Там потрясающе расписаны диалоги, там сюжетные ходы, по крайней мере, они узнаваемы. Да, поэтому не стыдно за этот сериал. Ваш Петр Сергеевич Набоков, он, коли уж мы об этом сериале заговорили, есть абсолютное добро, плюс-минус, это Шилов. Да. И ваш апостол, а он кто? Он зло, абсолютно. Сидит паук такой, да, дергает за ниточки, но при всем при этом он какой-то очень очеловеченный. Вы кого играли-то? Вам режиссер говорил, вот ты абсолютный демон. Нет. Вот ты вот Люцифер. Я вам скажу, в сериале режиссер с актером мало говорит. Он говорит, ты профессионал, иди играй. Я сам для себя, конечно, какие-то вещи решаю, думаю над этим, и что-то прошу там переделать, если это возможно, какую-то фразу добавить. Ну, в первую очередь, для того, чтобы сыграть, да, мне нужно как-то человека оправдать. Для себя внутренне. Иначе мне самому играть нечего. Сначала это был эпизод. Просто эпизод, сидит мужик в тюрьме. Потом, значит, она стала, и пошла, пошла, пошла. Ну, там всех убили, там Моцарта грохнули, всех убили, остался апостол. Да, и она поехала через весь сериал. Ну, я говорю, ну, как вот персонаж, а что мне играть? У меня человек без судьбы. У него сзади что было? Он, во-первых, человек верный, человек слова. Он жену любил, он продолжает любить. Да, жизнь продолжается. И это его очень сильно характеризует. Но понятие добре и зле, я думаю, что у людей разные. И эти 90-е, я сам, когда в эти 90-е попал, как человек, я поразился. Я никогда не думал, что в стране столько жестокости, столько бандитов по призванию, что меня вот это, мне казалось, что я вообще в другой мир попал. Столько воровства. Я думаю, подождите, я же жил с этими людьми, уже 40 лет прожил больше. Почему? Как я их не видел? Они вот мимикрировали вот так вот в обществе. И Петр Сергеевич, попав в эти обстоятельства, он не хотел быть на дне, он не хотел, он сильный волевой человек, и он избрал свою линию. У него свои какие-то принципы, которые он не нарушает. Но он абсолютно человек того времени, жестокий. Но мне хотелось бы думать, что исправедливый. Ну, живой? С трудом. Он на меня так зыркал, я чуть не обоссался. Ничего, пускай теперь через решетку зыркай. Молоток. Спасибо. Сынок, а ты знаешь, что врать нехорошо? Таким мальчиком иногда устраивает темную. А сейчас время другое, вы считаете, по сравнению с 90-ми? По уровню жестокости, по уровню зла? Ну, я теперь не могу точно говорить об этом, потому что я понял, что зло и жестокость очень умело прячется, когда ему нельзя высовываться. а по уровню воровства, я думаю, еще мы как-то вперед продвинулись. Обывателю что надо? Чтобы он спокойно шел с работы, спокойно сходил, выпустил детей, хотя детей никто уже спокойно не выпускает. Но в этом смысле, конечно, стало помягче. Но я боюсь, что это зло не ушло, оно просто снова спряталось. И если обстоятельства такие возникнут, когда ему снова можно будет торжествовать, как бы это не возникло еще сильнее. Вы ярко выражен характерный актер все-таки. Ну, это вот вы так говорите. Мне какой режиссер, если он характерный, в характерной роли меня снимает. Он говорит, характерный. Если в социальной, он говорит, ну ты социальный. У меня очень много социальных. Я вот играл один вечер я играл «Голого короля» Шварца, именно «Голого короля», а другой вечер кино четвертого. А особенность театра, если особенность кино, сейчас смотришь сериал на артиста или на... Извините, я посчитал, вы за 22 года в Новосибирске сняли 70 с лишним ролей у вас было. Сыграл. Сыграли? Да. 70 с лишним? Да. Это много? Ну это очень много. Это нужно каждый год по три премьеры выпускать. Что там говорить? Ну я играл, допустим, Юхана, профессора шведского в сцене «Супружкой жизни». В трех товарищах кого играли, прошу прощения? В трех товарищах я здесь играю. Да. Здесь играю я этого булочника Бекера. Да, он смешной. Мне нравится, что он такое идет. Он бы как бы немножко не оттуда выскочит. Там такая серьезная роль про любовь, про страдания, про чахотку. И появляется Бекер со своей любовницей. Жизнелюб, наглец и подкаблучник. Он-то уже помнит о своей жене, которая погибла? Ну да, помнит. Он же 70 тысяч марок получил страховки за нее. Как забудешь такое? А как вы определяете для себя, есть что играть или нет, что играть? Прочитаю пьесу. Вы читаете свою роль или вы читаете пьесу целиком? Я читаю пьесу, даже если я точно знаю, что я в ней играть не буду. Скажем, предложили мне, я схватаюсь за рубль за любую работу. Выживать-то надо в кино. И ну, предложили мне роль насильника малолетних депутата. Это что такое? Ну, какой-то был сериал. Я прочел, во-первых, не персонажа, но просто он-то как факт. Раститель малолетних депутат. А депутат педофил? Вот, точно, депутат педофил. Красиво звучит. Я говорю, ну, я не хочу это играть. Ну, не буду, и все. А вас больше в этой истории как бы что это смутило? То, что он депутат или то, что он педофил? Не, я могу понять персонажа. Да, я всегда это пытаюсь сделать, залезть туда, в него, внутрь. Но я в этого человека залезть не смогу, я понимаю. Во-первых, потому что депутат, а во-вторых, потому что педофил. Я, когда играю, я хочу, чтобы зритель мне посочувствовал и понял, да, он нехороший, ну, что сделаешь? Я вот играл бомжа в самозванке со Светой Антоновой, был такой сериал, я его до сих пор, я считаю. Там светлый бомж-то какой был. Ну, светлый фильм, светлый, простенький, но этот Игона наш замечательный парень, с ним всегда можно было договориться. Вот мы встречаемся перед сценой, обговорим ее, как персонаж себя поведет, может поменять фразы, он всегда шел. И очень много у этого поклонников. Хотя нельзя сказать, чтобы чистая комедия получилась. комедии вообще сейчас не снимают, вы заметили? Еще как заметил? Никто, навыки утрачены. Это очень сложно. А потому что, да, потому что сложно. А еще есть еще сумасшедший жанр, еще есть музыкальная комедия, а это вообще за гранью добра и зла. Ну, и на это уже не замахиваются. Здесь хоть пишут комедии, смотришь и не улыбаешься, думаешь, а где комедия-то пойдет? Оказывается, комедии, это кривляются, вот это называется комедия. Ну, делают вот эти ребята, эстрадники, ну, это эстрады, это же не комедия, это же не совсем другой жанр. Они, да, смешные, но они играют все время самих себя и играют лицом, играют остроумными высказываниями, иногда очень остроумными, я могу посмеяться, но это, мы же сразу вспоминаем комедию от Данелия, да? Гайдай. Гайдай. Там же комедия не в том, как человек рожу скроит, а она внутри спрятана, в ситуации, в оценочках, и вдруг человек, зритель, обязан доигрывать за тебя, никогда не разжевывая ему все до конца, и тогда он соучастником, это и в зале зрительном тоже, зритель становится соучастником, он тебе благодарен, он не просто сидел, смотрел, а он доигрывал, он догадывал, если не догадывал, что в театре очень важно, парадокс, да, он такую реакцию у тебя предусматривает, а у тебя возникает другая, и он смеется, это его так радует, что он не угадал, что можно было по-другому, но это совместное творчество, настоящий театр это со-творчество, со-переживание, или когда ты смеха, 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 зритель падает там в зале и как хочет, и все ему так легко, и вдруг он не замечает, как через 3 минуты у него льются слезы, как мне одна, можно сказать о себе, не знаю, зрительница написала, она сидела с мамой, смотрела спектакль, и она шепчет маме, мама, но ведь актер играет так смешно, так смешно, я вижу, что это, ну, тогда почему я плачу, может быть, это старость, а мама сказала, нет, дочка, это актер, вот и мне хотелось бы побольше таких ролей. Я ошибаюсь, или вы перестали в Москве писать? Нет, я пишу, просто я публиковать, ну, особого смысла нет, я накопится материал, я, кстати, вам книжечку принес, подарок. Спасибо большое. Которая называется «Мальчик, который смеялся в цирке». Это ваше не новое, это ваше шаж на какого-то, там, 2009-го получается? да, ну, еще не насобирался материал, ну, ничего, если будет что напечатать, оно напечатается. Сейчас добавлю, добавлю потихонечку, я же не, это, не спешу в этом смысле, я же не, у меня нет такого призвания писать, или я пишу, когда мне что-то хочется написать, вот какой-то интересный случай, или забавный, или трогательный. Вот я сяду, заставлю себя, напишу. А, и я же не Олеша, не дня без строчки. У меня главное театр. Если будет что напечатать, напечатаем, если будет что сыграть, сыграем. Обязательно сыграем. Спасибо вам большое, спасибо, что пришли. Побольше вам ролей, настоящих ролей, и киношных, и театральных. Еще раз с днем рождения. Напрасно вы впадаете в пессимизм. Как показывает практика, у великих все начинается как раз после 65. Спасибо вам большое, приходите к нам еще. Спасибо, что пригласили меня. Для меня это уже был сюрприз. Как и для публики, я думаю. С днем рождения. У меня в гостях был Анатолий Кузденский. Встретимся 8 марта. Поздравим наших женщин в качестве праздничного подарка народный артист Российской Федерации Александр Галибин, башка Америка и булгаковский мастер. Будем поздравлять. Смотрите телевизор. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова